счастливый тот человек у которого никогда не болят зубы в этом плане мне не повезло у меня зубы начали разрушаться примерно с четырех лет при этом я регулярно ходила к стоматологу чистила зубы разнообразными щетками даже изобрела и запатентовала зубной тренажер я серьезно относилась к своему питанию несколько раз развитие кариса замедлялось особенно когда я стала регулярно пить зеленые коктейли однако разрушение моих зубов все же продолжалось временами они реагировали на сладкое кислые одесны часто выглядели рыхлыми и красными я не сдавалась продолжала ходить к дантистам на всякие неприятные процедуры но все время я не переставала размышлять о том что иметь проблемы с зубами совершенно противоестественно как для животных так и для людей ведь зубы должны быть крепкими даже прочнее других костей в организме так как они используются не только для еды но и как инструменты разгрязать орехи выкапывать корешки чистить плоды а иногда возможные как оружие для защиты от хищников или при охоте на мелких животных почему же вместо этого у совсем молодых людей и даже у детей во рту происходят процессы гниения живой костной ткани который по природе должна быть тверже стали я рассматривала фотографии останков древних людей которые жили 50 100 тысяч лет назад невероятно но многих из них были такие крепкие зубы что они пролежали в земле много тысячелетий и до сих пор остались белыми и крепкими несмотря на полное отсутствие ротовой гигиены животные в дикой природе до сих пор имеют такие твердые зубы что люди на протяжении веков изготовляли и зубов моржей кошелотов и других животных различные инструменты ножи гарпуны для охоты на морских животных наконечники копий и даже топоры например такие предметы найдены археологами на побережье чукотки относят к началу нашей эры твердость зубной ткани позволяла касторезам выполнять тончайшую ажурную резьбу а современных домашних животных приходится водить к зоодонтисту и покупать им зубные щетки много лет я ломала голову над этой загадкой и надеялась что когда-нибудь человечество найдет ключ к решению этой проблемы 1 июня прошлого года я перешла на низкоуглеводную диету через некоторое время я заметила что с моих зубов исчез налет уменьшилась чувствительность перестали кровоточить десны и зубы стали непривычно гладкими сначала я думала что мне это только кажется но затем моя дочь тоже значительно ограничила углеводы в своем питании через пару недель дочь радостно поделилась что здоровье зубов намного улучшилось недавно я прочитала статью доктора эрика берга в которой он утверждает что на низкоуглеводной диете не может быть кариеса я стала искать информацию о связи углеводов и здоровьем зубов и нашла научные исследования которые меня потрясли самое обидное было то что все было известно уже сто лет назад в начале тридцатых годов прошлого столетия стоматолог из кливленда вестон прайс произвел серии уникальных исследований в течение 10 лет он путешествовал в изолированные уголки планеты для изучения состояния здоровья групп населения и затронутых западной цивилизации его целью было обнаружение факторов влияющих на здоровье полости рта его исследования показали что кариес и деформации зубных дуг в результате которых зубы искривляются являются результатом недостаточного поступления в организм питательных веществ а не наследственно генетических дефектов объектами исследования прайса стали в частности жители оторванных от внешнего мира швейцарских деревень общины шотландских кельтов с архипелага внешней гибриды коренные народы северной америки островитяне меланезии и полинезии в южной части тихого океана африканские племена австралийские аборигены маори из новой зеландии а также группы коренного населения стран южной америки во всех случаях доктор прайс приходил к выводу о том что красивые ровные зубы отсутствие кариеса высокий уровень физического развития иммунитет к болезням и добрый нрав были типичны для групп коренного населения которые придерживались традиционных рецептов питания сделанные прайса многочисленные фотографии и описание того что он увидел представлены в его книге питание и вырождение некоторые специалисты в области диетологии которые последовали советом прайса считают эту книгу настоящим шедевром тем не менее этот кладезь мудрости наших предков практически не известен современным врачам и родителям эта книга меняет взгляд прочитавших ее людей на окружающий мир невозможно смотреть на привлекательные снимки так называемых туземцев с их правильными и благородными чертами и не понимать что в развитии современных детей наблюдаются серьезные проблемы в каждом изолированном регионе который посетил прайс он находил племена или деревни где практически для каждого жителя было характерно подлинное физическое совершенство зубы у этих людей болели чрезвычайно редко а проблемы слишком близко посаженных и кривых зубов полностью отсутствовали прайс снимал и снимал эти белозубые улыбки при этом отмечая что эти люди отличались полным отсутствием болезней даже в тех случаях когда им приходилось жить в крайне тяжелых условий условиях прайс также изучал и фотографировал группы людей той же расы но которые работали на белых миссионеров и отказывались от своего традиционного питания в пользу новых цивилизованных продуктов сахара муки тонкого помола консервов пастеризованного молока и других продуктов современной коммерции среди этих групп туземцев свирепствовали зубные болезни и инфекционные заболевания а также наблюдались признаки вырождения для детей тех родителей которые перешли на так называемый цивилизованный рацион питания были характерны кривые зубы узкие лица деформации костных тканей а также ослабленный иммунитет прайс пришел к выводу о том что расовый фактор не имеет к этим изменениям никакого отношения он отметил что дети местных жителей перешедших на рацион питания белого человека имели признаки физического вырождения тогда как дети в смешанных семьях родители которых употребляли традиционную пищу имели широко скулы и привлекательные лица и ровные зубы независимо от расовой принадлежности и климатических условий человек может быть здоровым лишь в том случае если основы его рациона составляют не новомодные деликатесы приготовленные с применением рафинированного сахара высокоочищенной муки а также прогоркших и химически видеоизмененных растительных масел а цельные натуральные продукты мясо с содержанием в нем жиров мясные субпродукты цельные молочные продукты рыба насекомые пророщенные злаки корнеплоды овощи и сезонные фрукты фотографии доктора вестона прайса иллюстрируют разницу между строением лица людей питающихся традиционными продуктами и людей родители которых перешли на цивилизованный в кавычках рацион у девочки туземки из племени семенолов слева и у мальчика с острова самоа третий снимок слева широкоскулые привлекательные лица с нормальными зубными рядами у осовремененной в кавычках семенольской девочки второй снимок слева и у самуанского мальчика правый снимок родители которых отказались от традиционных продуктов питания узкие лица слишком близко посаженные зубы и ослабленный иммунитет прайс увозил образцы местных блюд с собой в кливленд и изучал их своей лаборатории он обнаружил что рацион питания местных жителей содержал по меньшей мере в четыре раза больше минеральных веществ и водорастворимых витаминов c и группы b по сравнению с рационом питания американцев того времени приемы при помощи которых местные жители готовили блюда из лаков и корнеплодов способствовали увеличению содержания в них витаминов и повышению усвояемости минеральных веществ эти приемы включали в себя вымачивание проращивание и квашение настоящий сюрприз ожидал прайса тогда когда он обратил свое внимание на жирорастворимые витамины рацион питания здоровых туземцев содержал по меньшей мере в 10 раз больше витаминов а и d чем рацион питания американцев того времени эти витамины содержатся исключительно в животных жирах сливочном масле свином сале яичных желтках рыбьем жире а также в продуктах мембраны клеток которых содержит большое количество жиров включая печень и другие субпродукты рыбную икру и моллюсков прайс называл жирорастворимые витамины катализаторами или активаторами от которых зависит усвоение других питательных веществ белков минеральных веществ и витаминов он считал что без питательных ингредиентов содержащихся в животных жирах все другие питательные вещества как правило не усваиваются люди из здоровых групп который изучал прайс считали некоторые продукты священными они включали жир печени трески рыбную икру мясные субпродукты и ярко желтое сливочное масло получаемое весной и осенью из молока коров которые питаются зеленой травой для лечения остеопороза кариеса артрита рахита и замедленного развития детей прайс с большим успехом использовал сочетание высоковитаминного сливочного масла и жира печени трески последователи доктора прайса успешно применяли подобные продукты для лечения туберкулеза астмы аллергических реакций и эмфиземы прайс наблюдал что представители всех традиционных культур употребляют те или иные виды животной пищи в том числе рыбу икру и другие морепродукты мясо домашней и водоплавающей птицы мясо млекопитающих живущих как на суше так и в море яйца молоко и молочные продукты мясо пресмыкающихся и насекомых при этом в пищу употребляются все части животного включая мышечную ткань внутренние органы кости и жир семена злаки и орехи предварительно вымачиваются проращиваются и сквашиваются естественным путем общая доля жира в традиционных рационах питания варьировалась от 30 до 80 процентов калорий но при этом на поле ненасыщенные жиры содержащиеся в злаках бобах и орехах приходилось менее 4 процентов всех калорий прайс рекомендовал не ограничивать себя в потреблении животных жиров особенно сливочного масла современные стоматологи тоже заметили что кариес и болезни десен имеют тенденцию развиваться у людей страдающих сахарным диабетом румынские стоматологи даже разработали слюнной глюкометр в качестве безболезненного и бескровного метода для измерения сахара в крови дело в том что основная функция слюны защитная ее кислотность должна находиться в пределах от 6,3 до 7,9 при показателях кислотности ниже 6,2 слюна лишается своих антибактериальных свойств начинает активно размножаться патогенная микрофлора которая разрушает внешние ткани зубов чем обуславливает разрушение зубной эмали ее деминерализацию и появление кариеса десны воспаляются становятся отечными краснеют врачи эндокринологи утверждают что у диабетиков через год от начала заболевания в ста процентах случаев можно выявить начальные формы парадонтита и генгивита воспаление кровоточивость очечность и покраснение десен а позже развитие кариеса что же предлагают нам врачи я провела 4 часа у компьютера просматривая последние стоматологические исследования на международных научных сайтах нашла много статей о замечательных технологиях для вас всевозможной чистки зубов пломбирование без боли протезирования и прочих сложнейших процедур конечно большое спасибо за это но никакого упоминания об уменьшении углеводов я не нашла а ведь диета основанные на углеводах похоже и есть главная причина зубных болезней для многих людей у которых редко болят зубы эта тема возможно не актуально но для тех кто измучился от бесконечных проблем с зубами есть другой вариант предложенный докторами прайсом бергом и другими если съедать не больше 20-50 граммов углеводов в сутки то уровень глюкозы в крови будет оставаться нормальным а при нормальном сахаре не будут размножаться патогенные бактерии тогда в слюне будет поддерживаться оптимальная кислотность не разрушится зубная эмаль и не начнется кариес да и во всем теле уменьшится воспалительные процессы тогда как утверждал доктор прайс каждый человек сможет наслаждаться подлинным физическим совершенством